вот получается доска шалевка и брус каждую доску и каждый брус мы сначала обчищаем потому что ну она просто обреза шалевы на а мы делаем и и типа як шлифован что было гладенько и красиво итак мы делаем полностью весь материал вот мы посчитали сколько нам надо на на одну кровать и на тумбочку доски почистить и бруса и мы сразу подкладывал и зачищаем и получается почистил брус нарезал по размеру по нашему матрасу и и так начинаем скручивать то есть сначала брус 50 на 100 и сразу скручиваем ножки ножка такого вот типа ну две шалевинки одну тут одну тут вот так сейчас будем переворачивать и крутить дальше вот так все выходит с этой стороны все получается собрал и и делаем рейки для я говорю не правильно называется эти эти по-научному ну короче для досточек вот оставляем сейчас все вверху ляжет досточки и два сантиметра для места для матраса чтобы не визжал не уезжал в самой кровати досточки а взбал в У нас груз для айнов на все расстояние включается. Эта рейка просто распустила одну шалевину вдоль пополам, поделила по 50 миллиметров каждая рейка. Вот так оно все выходит, а с верху будет еще досточка для матраса миллиметров 20, ну с головой хватит. Ну давай маленькую положи, типа досточку наверх. О, да, и 20 миллиметров для матраса, посадочное место. Отлично. Отлично будет, да. Ну и потом бильце, ну все будем показывать в процессе. Сразу напилявый поперечек, набрасывай. Опять еще. Расколько делаем, да? Ну, да. Так. Всё. Хватит? Да нет. Наверное. Ну, нужен ещё одну. Ещё одну надо будет. Давай ещё одну. Отлиже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, 11 штук. Ещё одну. Сейчас ещё одну отрижем, потому что не хватает. 10-11 штук, чтобы было. И их тоже закручиваем. Вс��오 сверху и транспортить... Расш day... Грифон. Восемьдесят девять. Расш we easy with, Продолжение следует... 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 я бы не куплял бы кухню, мебель, кровать, я бы все сделал так шалевку, мы с Саней балакали и все, не спеша потихоньку эту же кухню сделал бы и стенку в зале до телевизора, все кровати, диваны, все так само, ну при желании мы уже балакали, с Сашком мы купили поролон, ткани, мягкую мебель, ну если бы мы не для дома, ну там чьему для дома, а так, ну то есть может по, если есть желание, или мая особо финансов можно помадохаться и обставить хату не спеша своими руками по чуть-чуть, по трошку, что такое, главное шалевка более-менее, чтоб сухенькая была такая, вявая, она потом досогнена и все, вот и кровать вскрыта два раза, сейчас так само тумбочку вскроем два раза, а и пошло 500 грамм лака на кровать, вот так она со стороны выгляда, хоть отсюда потяжи, вроде бы мелочь, а приятно, сделал надежное, четкое качество, нормальное, дебело, он я сейчас только что двигал угловый диван, ну оно же там такое все, на честном слове, а это ж кровать, хоть прыгай, хоть скакай, одна спалка для одного человека отлично, ну мы уже сколько дней спим на двухспальной, и нас устраивают, очень довольны, что сделали, и теперь уже, еще и сын теперь будет очень рад. Сашко не хочет, он говорит, что у него есть, хорошая тоже с таким матрасом, только советским, еще надежным, качеством, ему не надо. Ну вот так, друзья, так что кому понравился наш ролик, ставьте лайки или дизлайки и кому надо сделать не пожалеете, недорого и сердито, кровать двухспальня, мы довольны 7 с копейками тысяч гривен, а самому заработать. Без матраса? Не, ну без матраса, матраса отдельно, да. Не, ну можно такие матрасы, какие матрасы, это же такое дело. Все, друзья, всем спасибо за внимание, всем пока.